Теремок ТВ Теремок ТВ Теремок ТВ Приходите завтра. Привет, Кеша. Красивая картинка. Всего одна? Две. А где мультик? Надо немного подождать. Или много. Осталось дорисовать картинки и собрать их в мульт-карусель. Сейчас отдохну и продолжу. До мультика еще далеко. Надо ускориться. Кеша, тебе помощь пригодится? Да, кажется, пригодится. Мы позовем лисичку. Кеша, чем тебе помочь? Картинки надо дорисовать. Хорошо. А у нас дела. Срочные. Кажется, они еще работают. Значит, мультик будет не скоро. Надо кого-нибудь еще попросить им помочь. Цыпа, сбегай и позови тучку с Валей. Кеше нужна помощь. Хорошо мы придумали. Всем привет. Мы пришли помогать. Что надо делать? Помогите мне раскрасить рисунки. Пока Кеша собирает мульт-карусель. Вот бы еще Саня и Соня помогли. Мы бы быстрее справились. Кажется, у нас серебряная краска заканчивается. Я уже отдыхать устал. Ну, когда уже будет мультик? Надо пойти посмотреть. Чего они так долго? Я все закончил. Нет, не все. Доспехи у принца не покрашены. И корона у принцессы. Что случилось? Серебряной краски не хватило. Значит, мультика не будет? Будет. Просто недокрашенный. Жалко, что краска закончилась. Закончилась? Подождите. У нас дома, кажется, была банка краски. Да-да, серебряная. Мы быстро. Все готовы? Да! Подождите. Вот теперь точно да. На старт, внимание, мультик! Хороший мультфильм получился. И наша краска отлично блестела. Здорово ты, Кеша, с этой мульткаруселью придумал. А вы помогли с картинами. А какой будет следующий мультфильм? Это смотря какую книжку будем читать. Сейчас посмотрим. А там картинки есть? Конечно! О, красота! Большой секрет! Эх, скучно. И сыграть не с кем. О! Ты на воротах. Лови! Гол! О, привет, Валя. Ты не видел мой мячик? Привет, Саня. А чего ты сюда залез? Ищу секретную пещеру. Она отмечена в старых картах. Ха! Нашел чему верить. Нет тут никакой пещеры. Пойдем лучше на воротах постоишь. Подожди немного. Вход в пещеру должен быть где-то здесь. Да где тут вход? Скала как скала. Давай лучше в мяч поиграем. Ого! Что это? Похоже, это и есть секретная пещера. Секретная пещера? Надо рассказать о нашем открытии друзьям. Не терпится посмотреть, что там внутри. Ээээ, подожди. Пещера же секретная. Не надо про нее рассказывать. Даже друзьям? Тсс! Никому. Это будет наш большой секрет. Большой секрет. Да. Собираем все, что нужно для похода в пещеру и встречаемся здесь. О, Саня! Привет! Куда же я дел рюкзак? Зачем тебе рюкзак? А-а-а, мне надо за ягодами. С рюкзаком? И с лопатой? Там так много ягод. Да откуда я знаю, что там в этой секретной пещере? Ой! В секретной пещере? Мы с тобой. Эх, проболтался. Это был большой секрет. Не волнуйся, мы умеем хранить секреты. А еще мы напечем пирогов. Пирогов? Хех, ну ладно. Встречаемся у старого дерева. Но помните, это большой секрет. Привет, тучка. Ты не мог бы одолжить мне фонарик? Конечно. На, держи. Только ничего не спрашивай про секретную пещеру. Ой. Пещера? А можно с тобой? Ну ладно. Встречаемся у старого дерева. Только... Только это большой секрет. Большой секрет? А зачем тебе кирка? А шлем? О, с фонариком. Валя, что у тебя за тайны? Кеша, Кеша, это большой секрет. Я обещал Сане никому не рассказывать. Валя, Валя. Ой. Ты что, проболтался про секретную пещеру? Секретную пещеру? Так вот о чем ты не хотел рассказывать. Ой. Хорошо, что ты теперь все знаешь. Идем с нами. Встречаемся у старого дерева. И лестницу захвати. Ага. Не переживайте. Эх. Кеша, Тучка. Вы что, знаете про секрет? Если ты про большой секрет, то да, знаем. Кажется, я всем рассказал. Ага, по секрету. Вот и хорошо. Ну что, вперед в пещеру? Да! У-у-у! Ничего себе! Какая большая пещера! Вот это красота! Только, тссс, это секрет для большой компании друзей. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Распаковка Привет, Тучка! А что это ты делаешь? Привет, ребята! Настраиваю телескоп. Сегодня будет парад планет. А что это? Это когда планеты встают в один ряд на небе среди звезд. Ого! Раз так, мне тоже нужен телескоп. Нет, телескопище! Навороченный, мощный, новенький. Так-так-так, мне нужен самый большой телескоп. И чтоб к компьютеру можно было подключить. О, нашел! Заказать! Ух и уски столицы! Ого! О, здесь еще и автоматическая настройка технологии. А это что? Ух ты, тряпочка для линзы в подарок. Цыпа, да тут столько всего. Давай закажем карту звездного неба. Ну-ка, что тут еще есть? Ого, какой телескоп! А я тут компот принесла, вечером пригодится. Лисичка, чтобы компот до вечера не остыл, мы закажем термос. Термос? Хорошая идея. Давай скорее откроем. Какой красивый термос. Ой, а тут еще чашечка в подарок. Но только одна. Одной нам точно не хватит. Давай закажем для всех. Легко. Здесь столько всего нужного. Давай выбирать вместе. Ну хорошо. И еще возьмем палатку. А палатку зачем? Ну погода такая переменчивая. Вдруг дождь или снег. Распаковывай. Какая красивая красная кнопка. Лисичка, стой. Кеша, ты где? Парад планет скоро начнется. Лисичка, ты тоже там? Тучка, я не могу открыть дверь. Мы даже не знаем, где она. Надо было компас заказать. Сейчас я вам помогу. Да где же тут кнопка, чтобы сдуть палатку? Еле выбрались. Иннокентий, а где твой телескоп? Точно, телескоп. Подожди. Что ты нащупал? Но это не телескоп. Это компот. Еще теплый. Я в этих коробках телескоп до парада планет не найду. Пойдемте ко мне. У меня все готово. Да. Хотел огромный телескоп, получил большую гору коробок. Не переживай. Коробки мы потом разберем. А сейчас важно на парад планет не опоздать. Надо поторопиться. Мы чуть не пропустили такую красоту. Я всегда говорю, важно не отвлекаться на неважное. Это точно. Кому компота? Мне. Лисичка, привет. Пойдем в бадминтон играть. Привет, Кеша. Давай попозже. Сейчас я вяжу свитер. Тогда я подожду. Лисичка, ну скоро ты? Когда вяжешь, спешить нельзя. Тут важна каждая петелька. Ты тогда вечера вязать будешь. О, я изобрету что-нибудь, чтобы ты быстрее освободилась. Вот мое новое изобретение. Суперскоростной 3D принтер. Так, нам нужно напечатать лисичкин свитер. Смотри, как быстро. Идем играть. Действительно быстро. Но мне нравится самой вязать. Так намного интереснее. Интереснее? Ну хорошо, довязывай и присоединяйся. А я пока за тучкой сбегаю. О, еще одна. О, и еще одна. Привет, сученцы. Пойдем в бадминтон играть. Бадминтон это хорошо. Но я пока занят. Собираю шишки на зиму. Шишки? У меня есть принтер, который тебе поможет. Смотри, я сейчас тебе столько шишек напечатаю. На 3 зимы хватит. Готово! Спасибо, Кеша. Но сбор шишек для меня – традиция. Я и к зиме готовлюсь, и отдыхаю. Ну и отдых. Тогда я к Вале пойду. О, еще одна. Привет, Валя. Пойдем в бадминтон поиграем. Спасибо за приглашение, Иннокентий. Но я пока занят раскопками. Здесь столько предметов из древних времен. А позови лисичку с тучкой, а я к вам позже присоединюсь. Да они тоже заняты. О, мой 3D принтер поможет тебе. Вот, твои древности. И при этом совсем новые. Вот именно, новые. Ну что, идем играть? Извини, Кеша, но мне хочется самому закончить раскопки. Не понимаю. Я столько времени изобретал, чтобы вы не были заняты. Кеша, а когда ты изобретал, ты радовался? Конечно. Вот. Ой. Кеша, вот и мне приятно. Сперва один редкий предмет найти, потом другой. Сам попробуй. Ну, давай. Баля, смотри, что я нашел. Ого. Да это же редкая находка. Посуда из эпохи ранних мимимишек. Вот вы где. Ого. Это все Кеша напечатал. Это мы вместе с Кешей нашли на раскопках. Самому находить древности так интересно. Валя, давай поищем еще что-нибудь необычное. На сегодня раскопки завершены. Тогда что делать будем? Вязать или шишки собирать? Мы же хотели поиграть в бадминтон. Ой, и правда. А у кого валанчик? Кажется, я его забыл. Кеша, а твой принтер может напечатать новый валанчик? Конечно. Ух ты. Ура. Хорошее изобретение, твой принтер. Чего только не сделаешь ради друзей. Пианисты. 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 А мы с Зоней на чем угодно сыграем. Запутаться можно. Вот все удивятся нашему таланту. Кеша, привет. Сделай нам электронное пианино для концерта. Хорошо. А вы играть умеете? Да что там сложного. Вот пианино, а вот ноты. По ним легче учиться играть. С нотами каждый может. А еноты могут и без нот. Ну что, Соня, пора всем показать, на что мы способны. Всегда хотела выступать на сцене. Ха, это так просто. Дай я попробую. Да мы с тобой музыканты. Не, что-то некрасиво звучит. Может, местами поменяемся? Все равно не то. Давай я буду играть на черных, а ты на белых клавишах. Давай. Может, играть быстрее? Точно. Давай попробуем играть с важным видом. Все музыканты выглядят важно, когда играют. Все понятно. Кеша нам сделал плохое пианино. Кеша, твое пианино плохо играет. Хм, все работает. Значит, клавиши неправильные. Их слишком много. Да, зачем столько клавиш? Оставь половину. Ну ладно. Вот, совсем другое дело. Завтра концерт. Опять оно плохо звучит. Может, пока мы несли пианино, оно испортилось? Хм. Что на этот раз? Оно испортилось. Все нужно переделать. И вообще, это пианино умеет играть красиво. О, мне легче само пианино научить играть. Вот сейчас вам точно понравится. Саня, пробуй. То, что надо. Теперь мы готовы к концерту. Друзья, добро пожаловать на наш концерт. Выступают Саня и Соня. Одна и та же мелодия по кругу. Я что только не нажимал. Ой-ой-ой. Это все Кеша виноват. У него какое-то пианино неправильное. Сами вы неправильные. Вы не хотели учиться играть? Вот и результат. Любой инструмент требует изучения. Кто это играет? Зыба? Как красиво! Еще бы! Он каждый день репетировал. Ну, если уж Ципа научился. Ципа, одолжи нам ноты. Пожалуйста! Побежали репетировать. Ждем вашего нового выступления. Верю-не верю. Обожаю играть. Верю-не верю. Кто начнет? Давайте я. Это было сегодня утром. Надел я свою счастливую желтую кепку. И началось. Соня отдала мне все свои конфеты. Потом разрешила взять свой новый самокат. Представляете? А потом... Та-да! Сложнейший супер-трюк на батуте. И все благодаря кепке. Ух ты! Я верю. А я нет. Ты все придумал. Извини, Саня. Я тоже не верю. Эх! Кешу с тучкой не проведешь. Нет у меня никакой счастливой кепки. Значит, у Сани один балл. Теперь моя очередь. Минуточку. Это приз для победителей игры. Как здорово! Надеюсь, там пирог? К сожалению, пирога там нет. Потому что наш Ципа его съел. Так что сейчас под этим голубаком сидит Ципа. Я не верю. Ципа на такое не способен. А я очень даже верю. Кто хоть раз пробовал лисичкин пирог, способен и не на такое. Ципа, ты совсем не подумал об остальных. Сейчас же извинись. Ха-ха. Кеша и Саня поверили. У меня два балла. Молодец, лисичка. Теперь моя история. Сегодня около моего дома выросли удивительные ледяные цветы. Чего? Ледяные цветы? Это выдумки. Не верю. Я тоже не верю. Лисичка, а ты? Ну, мне кажется, ледяных цветов не бывает. А это правда. У меня три балла. Я выиграл. Ха. Предлагаешь поверить тебе на слово? Да. Где эти цветы? Они растаяли. Не можешь подтвердить свои слова? Значит, не выиграл. Согласен. Подтвердить не могу. Но это правда. Ха-ха. Правда. Хе-хе-хе. А я не удивлен. Медведи обожают выигрывать. Хе-хе-хе. Ледяных цветов не бывает. Ага. Хе-хе-хе. Не бывает? Хм. Посмотрим. Скорее, мальчики. Что случилось, Лисичка? Вот вы смеялись, что Тучка хитрый. А тут такое. В общем, вот. Ледяные цветы. Ого. Значит, Тучка сказал правду? Да. А это значит, он выиграл? Тучка, выходи. Ты победил. Тучка. Привет. О. Ледяные цветы, про которые ты говорил, и правда удивительные. Лисичка, ты ошиблась. Эти цветы ненастоящие. И пахнут компотом. Эх. Я просто хотела, чтобы вы не смеялись над Тучкой. Ай. Подожди, Цыпа. Куда ты нас ведешь? Ух ты. Вот это да. Что это? Ребята, это и есть настоящие ледяные цветы. Как ты их нашел, Цыпа? Значит, Тучка победил по-честному. А теперь пойдемте есть призовой пирог. Ю-ка. Эти решки. Ух ты. Вот. С ур., удов-пуд Roy. Ура.